8 километров в секунду. Орбитальный полет переставал быть заоблачной мечтой. В предстоящих стартах собаки должны были опробовать на себе систему экстренной эвакуации человека из терпящего бедствия космического корабля. На смену сшитой Александром Серяпиным брезентовой собачьей одежде пришли космические скафандры. Начинаем передачу «Музыка советского кино». Космические испытания возобновили летом 54-го года. 24 июня в космос запустили «Рыжика» и «Лису». Это был полет по технической сложности, несопоставимый с предыдущими стартами. Эти уникальные кадры зафиксировали момент, когда на высоте 100 километров пороховые газы космической катапульты вытолкнули «Лису» из кабины. Вы верите, как впервые в истории Земли живое существо вышло из ракеты в открытое безвоздушное пространство. Собака защищена лишь скафандром. Парашют особой конструкции сработал за пределами атмосферы. Там, где куполу не на что опираться. В первый раз земной организм спустился на парашюте прямо из космоса. В это время камера показывает второго члена экипажа. «Рыжик» продолжает падать вместе с кабиной. Его катапульта срабатывает на отметке 45 километров. С этой высоты он продолжит свободное падение. По расчетам в затяжном прыжке из стратосферы собака приблизится к рубежу скорости звука. Парашют «Рыжика» раскрылся на высоте 7 километров. На земле героев ждала заслуженная награда – докторская колбаса. О том, что животные испытали в этом полете, остается лишь догадываться. Даже в наши дни человеку вряд ли суждено повторить такие подвиги. После триумфа 24 июня 1954-го такие полеты стали для четвероногих космонавтов привычной работой. Собака какие-то интересные. Ну, никакого сопротивления. Так вот, чтобы она что-нибудь самогрызнулась, гавкнула или еще что-нибудь. Инженер Владимир Цветов на заводе «Звезда» занимался разработкой и обслуживанием систем жизнеобеспечения собак в космических полетах. Он сам был удостоен звания Героя России за участие в рискованных испытаниях и с уважением относится к своим бессловесным коллегам. Чувствовали ли они, трудно сказать, но во всем случае это профессионалы собаки, так скажем, в кавычки или как угодно, но они, в общем-то, поддавались вот этой дрессировке, видно. Или привыкли уже, наверное, что с ними. И когда на них уже датчики или что-то надевают, то, значит, это уже серьезно. Собаку по кличке «Кусачка» переименовали в «Отважного». Она благополучно слетала в космос четыре раза. Но так везло не всем. Рыжик, совершивший первый в истории затяжной прыжок из стратосферы, погибнет в своем следующем полете. Еще восемь стартов их собратьев из первого отряда окончатся трагически. Сотрудники Института космической медицины воспринимали их гибель как личную беду. Любой экспериментатор, работающий с животными, их не воспринимает как собак. Он их воспринимает скорее как своих коллег, как своих друзей. И удивительным образом, что даже те небольшие, скажем, болезненные процедуры, ну, введение к вам там лекарства, там под кожу, или необходимость выстричь для помещения датчика, там, скажем, шерсти. Этими животными никогда не воспринималось как агрессивные, недружественные акты. Напротив, они иногда поворачивали свою голову и даже лизали тебя в щеку. Ни в разговорах, ни в научных трудах космические медики ни разу не назвали своих собак экспериментальным материалом. Королев сурово пресекал любые нарушения инструкций и регламентов, но смотрел сквозь пальцы на то, как люди в белых халатах баловали своих подопечных. У меня было самое любимое животное – это лиса. Как только кто-нибудь подходит, она начинает рычать. Ну и по институту уже пошел слух о том, что у Серяпина есть, значит, охранник. Вот когда он идет с охранником, лучше подальше от него. И начинает хватать за брюки или за колготки. Настало время, когда мне пришлось сажать в скафандр лису и отправлять ее в полет. Я прекрасно знал, что то животное, которое отстреливается на высоте 110 километров, оно меньше переносит перегрузок. Поэтому я лису осадил так, чтобы она у меня спокойненько спускалась с высоты 90 километров и обзирала своим взором землю. А получилась очень неприятная вещь. Ракету повело в сторону. Но рули начали ставить ее на место, то есть в прямое положение. И такой был сильный рывок, что из кабины, значит, животное, лиса пробило дверь и вместе с скафандром вылетело в атмосферу. Но удар был слишком большой, и животное спустилось уже мертвым. Ну, пришлось мне ее захоронить там, в степи. Вот так я просился со своей любимицей. 4 октября 1957 года мир облетело сенсационное сообщение. Русские запустили первый искусственный спутник Земли. Даже сейчас, полстолетия спустя, мало кто знает, что к первому орбитальному полету одновременно проектировались и строились сразу два спутника. Один, известный всем шарик с четырьмя усиками радиоантенн. Другой изначально планировался как корабль-лаборатория, на котором в качестве пилота предстояло лететь собаке. Вопрос, что первым окажется на земной орбите, животное или радиопередатчик, оставался открытым еще за месяц до старта. Работа с первым и вторым спутником шли параллельно. Поэтому в цехах, где мы с Теряпином, с моим коллегой, работали по второму спутнику, на параллельных столах, конвейерах, одновременно двигались два спутника. Построить спутник-радиомаяк было намного проще. И первым с орбиты прозвучало знаменитое бип-бип, а не собачьи лайки. Второй спутник, а по сути первый обитаемый космический объект, будет выведен в космос через месяц. Этот полет было решено рассекретить. В газетных заголовках замелькало имя новой звезды. Лайка. Посреди казахской степи, на недавно построенном космодроме Тюратам, который впоследствии назовут Байконуром, соорудили трибуны для высокопоставленных зрителей. Оттуда хорошо просматривалась стартовая площадка. Эта сконструированная Сергеем Королевым ракета была способна доставить в любую точку планеты атомный заряд. 3 ноября 1957-го место термоядерного груза в ее головной части заняла кабина с собакой. Это было действительно историческое событие. Находясь в 7 километрах от места запуска, и чувствуешь, что земля вибрирует, вот вибрации. И потом такой звук, шум от двигателей, невольно содрогаешься. Я потом думал, что я один такой. Впервые я видел мужчин по-настоящему плакать, когда сообщили о том, что Лайка вышла на орбиту. Живое существо впервые оказалось на орбите и несколько раз облетело Землю. Специалистам было заранее известно, что Лайка обречена навсегда остаться в космосе. Системы торможения для спуска корабля с орбиты в то время еще только разрабатывались. Ресурс жизнеобеспечений в этой кабине был рассчитан всего на неделю. За это время предполагали получить ценнейшую информацию о том, как длительная невесомость воздействует на организм животного. Без этого шага отправить в космос человека было невозможно. Потому что было принципиально важным ответить на вопрос, является ли невесомость действительно реально непреодолимым барьером для длительной жизнедеятельности человека в условиях космического полета. И тогда совсем по-другому должны решаться все технические вопросы. Но, скажем так, как это...